МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании «Гомелюс», тут и працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Батареи потеплеют. В регионе сегодня начали включать оттепление в жилевом фонде. В взаимовыгодные контракты и договоры об супрацовнестях Гомельская область рыхтуются до удела в пятом форуме регионов Беларуси и России. Авария с беларусами в Украине. Микроавтобус вразился у подъемный кран. Подробязности у де-факто. А до сего сердца сегодня у Гомель за выходящим святом повиншовали наставников региона. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Тепло пошло. У жилевом фонде Гомельской области сегодня начали включать оттепление. Отповедные распоряджения подрыхтаваны областным выканавшим комитете. На чарзе рай и гарвы конками. Подавать тепло у квартиры будут поступово. На это спотребится не кальки дзен. Нагадаем, что оттепление в объектах социальной сферы начали включать с 29-го вирусня. В регионе все теплокрыницы из пожилцы отримали по шпарты готовности. Жил фонд так само подрыхтаваны до нового сезона. Синоптики прогнозуют первые заморозки. Ближайшие ночи у некоторых районах в области слупок термометра упадет до минус 3 градусов. Однако на большей части территории региона будет не меньше за нуль. Завтра у день чекается невеликая воблашность без опадков. Ветер повношен заходный 4,9 метров за секунду. Температура по ветру в регионе будет вагаться от плюс 10 до плюс 15. С 6-го Кострышника на керунок ветру изменится на полднево-заходный и в регионе потеплее. У ночной годины будет до плюс 8. У день по ветру прогреется до 20 градусов тепла. Протягиваем выпуск контракта на 100 миллионов долларов. И не только. Гомельская область примет активный удел в пятом форуме регионов Белоруссии и России, который с 10-го по 12-го Кострышника пройдет в Могилеве. В Гомельскую область многие российские регионы связывают тесные совязи. Подписано больше за 20 договоров об межрегиональном супрацовнестве. Головная сфера – экономичная. За 7 месяцев 2018 года удельная вага России в знишнегандовом обороте Гомельской области склала 63%. Наш регион поставляет промысловую продукцию. Улику буйнейших экспортеров – БМЗ, Гомсельмаш, Гомельшкло, Светлогорск, Химволокно, Режицкий метызный завод. Основу импорту складают сыровины и обсталявания. До того, что в Гомельской области активно працует российский бизнес. На территории региона больше за 400 предприемств с капиталом из краины-суседки. За 6 месяцев 2018 года объем инвестиций из России склав 275 миллионов долларов. Пятый форум регионов будет соденничать по ширине супрацовнества. В процессе подготовки к форуму регионов России и Белоруссии предприятия подведомственные Гомельскому облсполкому прорабатывают подписание контрактов на сумму 100 миллионов долларов США, что является отличным вкладом в общереспубликанскую копилку. Впервые в рамках форума пройдет совет делового сотрудничества, в котором примет участие генеральный директор Гомельского отделения торгово-промышленной палаты. Для нас это важное мероприятие, так как это отличная возможность предприятиям, бизнесменам проговорить основные направления взаимодействия и совместные проекты. Подчас форума планируется подписание договоров об супрацовнести помеж Гомельским облвыконкамам и новыми партнерами. Вся рода их Кировская и Самарская в области, а так само Республика Буратия. Свой экономичный, науковый и туристичный потенциал наш регион проставят на властной региональной працовце. Инновации в агропромысловом комплексе обмярковывали сегодня на Международной науково-практичной конференции в Гомеле. Мероприемство собрало больше за 130 удельников у представников науково-доследствий институтов Национальной академии наук и промысловых предприемств. С распроцовками знакомился наш корреспондент Ганна Коральчук. Конференция инновационной технологии в агропромысловом комплексе сегодня и завтра проходит в другой раз. Яя-пляцовкой стал науково-техничный центр комбайна-будования Гомсельмаш. Гомельская конструкторская школа за 70-годовую историю створила некольки сотню распроцовок и усе выкористовываются в вытворчасти. А Гомсельмаш, першим сирот промысловых предприемств у Беларуси, укоронил формат обмену передовым опытом. Наушная конференция впервые прошла на промышленном предприятии Республики Беларусь. Это очень значимо. И вот вторая конференция, оно подтверждение тому, что это было правильно сделано направление, потому что в рамках конференции мы рассматриваем вообще инновационное развитие, дальнейшее развитие машиностроения в целом. Не только сельское хозяйство. Новые направления действий, которые были в прошлом году, которые в этом году будут озвучены в докладах, они сегодня уже реально реализуются или будут реализованы в дальнейших на наших машинах. Науково-вытворчий форум все лето собрал у дзельников из России, Украины, Грузии, Польши, Италии, Чехии. Двухдзенная конференция имеет несколько тематических направлений. В опыт проектования сельгаз-господарочных машин, новые материалы и технологии вытворчасти, методы повышения конкурента с дольностью. Например, итальянские поставщики, которые работают с Гомсельмашем 15 лет, презентовали технологию 3D-друку с металом в гидравлице. Мы хотим представить нашу инновационную систему, которую мы ввели в нашей компании в Италии. Это аддитивные технологии именно в гидравлике, потому что 3D принтер существует уже давно, но мы себя считаем пионерами именно в гидравлике. Поэтому мы расскажем, покажем маленькую презентацию и фотографии, то, что мы делаем у нас в компании, как это действует. И, может быть, надеемся, в будущем Гомсельмаш также будет применять в наших гидравлических блоках. Это действительно промышленные слова. Навуково-практичная конференция организована при поддержке Министерства промысловости. Там сподзеются, что мероприемство допоможет вызначать на керунке дальнейшего развития машинобудовничьих и лены и сельской господарки. Удельники конференции особенно обмеркуют махчимость кооперационного супрацовництва белорусских предприемств с усветными компаниями. Любая научная работа, если она не пошла в производство, не начала приносить реально работу в бизнесе, но она, увы, остается научной идеей. Гомсельмаш – это, наверное, самый яркий пример того, как линейка начинали, ну, вспомним историю, что такое Гомсельмаш. Это были только кормоуборочные машины, а сегодня это и зерноуборочные машины. Если посмотреть на ту линейку машин, которая она имеется, то есть мы составляем реальную конкуренцию абсолютно любому мировому производителю в своем классе техники, как по зерну, так и по корму. Ганна Корольчук, Игар Марышченко, отель и радиоакомпания «Гомель». Простыдень у Беларуси уступая у Денья новая редакция правила автомобильных перевозок пассажиров. Олег Чентюров ознайомился с положениями документа и доведался, за что можно будет оштрафовать пассажира, какие предметы дозволят перевозить без оплаты и как повинен быть опранутый водитель. Ягдетича, назначенная койкость приватных подширных такси и еще большая значенная койкость уластных автомобилей, громадский пассажирский транспорт на Гомельчинке расстается популярностью. За минулый год послугами Гомель Абл Аутотранса скоростались 190 миллионов разов. За 9 месяцев этого года 140, причем, амалий, 70% этих перевозок приходится на городские дни. Правила автомобильных перевозок у Беларуси не изменялись от 10 годов. По словам распроцовщиков, новая редакция накирована на повышение якости транспортных послуг и без пики пассажиров. Глобально не изменяется ничего, а я у одной иногда пассажиров, некоторые новые потребования у сёшлики заявилися, сирот самых неоднозначных. Пассажир, який немая билета, повинен уходить у автобуса в ключевую передние двери и набывать проездные документы у водителя. У Гомель Абл Аутотранса раучь относится до этого потребования без лишних эмоций. У рейса непосредственно у Гомеля маршрутов без кондукторов не шмат, хоть у Годину Пикс пыльные проблемы могут возникнуть. Понятно, что 50 человек в первую дверь будут заходить. Это будет связано с опозданием дальнейшего по графику движения. Поэтому пассажирам можно заходить, в том числе и в среднюю дверь. Но обязательно не забывайте оплачивать проезд. Главная задача пассажира – оплатить проезд до следующего остановочного пункта. Стоты саперовозских грузов, то тут потребования практически не изменились. Бесплатно можно проводить музычные инструменты у футляры, детячие коляски, инвалидные кресла, садовый инвентар. За выкананием правил будут сочить кондукторы и водители. Для их до речи теперь предупреждается дресс-код. Экипажи пассажирского транспорта не повинны выкористовывать на работе хатни и спортивные оденья. Похажаются с таким потребованием пакунь не все, особенно в этот этаж со водителем маршрутных такси. Але в целом новация успремается станучи. Я еще начинал, когда было, все помните, маршрут высокой культуры ездил. Нам давали костюмы, тоже ездили рубашки с коротким рукавом. И все, как бы, ну, меня не напрягает никак. Ездим нормально, все уже давно это. И вот со стороны, оно же, в принципе, видно, да, приятнее, когда подъедет или сидит вот так вот там, растел, или лишь бы учем, или хорошо, красиво одет. Правильно? Говорят же, встречают почем, по одежке, внешне, хотя бы внешний вид, а потом уже все остальное. Ну, и когда уже, ну, некрасиво, когда сидит человек, ну, никакой. Олег Сентяров, Владимир Игапанько, телерадо, компания «Гомель». Про вокзальный рынок снесли сегодня у Гомеля. Гондлевые роды переехали за плоту в районе автовокзала, где ранее был блышенный рынок. Территорию Пятачка практически разобрали. На его месте побудуют Гондлево-забавляльный центр. На першем, по версии ТРЦ, разместят супермаркет, на другим – ролеты и кафе. Так само у проекции – великий балкон внутри будинка и парковка. Грамоты, подарунки и святочный концерт. Сегодня у Гомеля ушановывали наставника у региона. С переможцами областного конкурса «Педагогичный Олимп» познайомилися наши корреспонденты. На початку официйного открытия мероприемства встреча у неформальной обстановцы. За одним столом с керавництвом областной системы эдукации заслуженные наставники Беларуси. Размова об истории развития системы на Гомельшине, в итогах, яке выкарастовывались ранее, и тих, что применяются зараз. Подыходы до навучания с часом изменяются, а леза стаеца галунная. У школы завсюды были наставники, яке заявляются ориенциром для інших. В этом году областный конкурс «Педагогичный Олимп» проводился у некольких номинациях. И усюды по некольки претендентов. Человек-легенда, педагог-майстер, с творчостью, празусю життё, наставник прасовного навучания Петриковской гимназии Пётр Стральченя, теперь официйно маятытул тренавитого по усім человека. Кажет, что с початку в учебы шмат, хто звучнял, навод молоток у руках не может рымать. Але с часом починает выраблять прыгожые и корыстные речи. Сейчас идёт, безусловно, у нас профориентация. То есть ученик уже со школы должен выходить с определенными умениями и навыками. То есть он уже должен уметь изготавливать какую-то деталь с определенными размерами, с определенными спецификацией. Кажут, что наставник – самый универсальный человек, яким можа усё. Дарыши сяродки руняков розного узровню – шмат людей с педагогичной аддукацией. И еще одна особенность этой профессии, на которую звертается увага подчас урашистого мероприемства. Постоянное находжение у молодежных коллективах дозволяя наставникам и самим нестарой душой. На переддне профессийного свята многие из работников системы аддукации отримливают у знагороды. Нагрудный знак – быдатник аддукации, гоноровые грамоты Министерства аддукации, Гомельского облаканкама и областного совета депутатов. Педагогичный коллектив Гомельской области – это команда, благодаря которой досягаются значные выники. Те, что в этом году и в расистности пройшли под девизом «Мы разом». По результатам того же самого централизованного тестирования, по учебным предметам, по Гомельской области мы не опускались ниже третьего места. Ниже третьего места. То есть можно говорить о том, что учителя сегодня имеют высокую профессиональную квалификацию, дающую хорошие результаты. Поэтому я скажу, в Гомельской области работают блестящие, хорошие, высоко квалифицированные учителя. Абсолютно все. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гопанько. Телерадио компания «Гомель». В Гомеле покажут классичный немецкий фильм «Жаха» в живом музычном супроводжении. Одно из мероприемствов тыдня в Германии и Беларуси пройдя в Гомельском театре «Лялик». Рядачам представят стушку «Носферату. Симфония Жаха» 1922 года. Это экранизация романа Брема Стокера «Дракула». Фильм лишится шедевром немецкого экспрессионизма. Музыку для супроводжения показа написала белорусский композитор, органистка Вольга Подгайская. Бесплатный сеанс отбудется с 7-го кастрышника о 17-й године. Эта иншая новина вы можете найти на нашем сайте. В интернете по адресе www.tsvergomil.by. Далее в эфиры «Де-факто» и «Спортивный огляд». Я с вами развитываюсь. Сочетесь за эфиром. Вы смотрите «Де-факто» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. В Николаевской области Украины столкнулись белорусский микроавтобус и подъемный кран. Пострадали 6 наших сограждан и один украинец. Такая информация размещена на официальном сайте Национальной полиции Украины. ДТП произошло сегодня в 4 утра на 290-м километре автодороги Одесса-Киев. Микроавтобус «Мерседес Спринтер» с номерами Гомельской области въехал в попутно двигавшийся подъемный кран. Как сообщают украинские правоохранители, в авто находилось 8 человек. После аварии один из граждан Беларуси пересел на попутку и уехал с места происшествия. О его состоянии ничего не известно. В результате столкновения пострадали 7-6 белорусов в возрасте от 43 до 66 лет, в том числе водитель микроавтобуса, а также еще один пассажир – 30-летний киевлянин. Водитель грузового подъемного крана в дорожно-транспортном происшествии не пострадал. Все пострадавшие госпитализированы в Кривоозерскую центральную районную больницу Николаевской области. Получили в результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести. В настоящее время двое пациентов находятся в отделении реанимации. Их состояние расценивается как тяжелое. Четверо пациентов находятся в хирургических отделениях. По трем пациентам уже однозначно. Четвертый пациент под вопросом. Планируем транспортировать их реанимобилями завтра в Гомельскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. В Гомельской области увеличилось количество ДТП с участием пешеходов. За прошедшие сутки статистику пополнили еще два случая. Во дворе дома номер один по улице Владимирова в Гомеле водитель Ауди, сдавая назад, наехал на 83-летнюю женщину. Пенсионерка оказалась в больнице. Недалеко от этого места происшествия водитель Пежо сбил 57-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном в районе дома номер два по улице Иногородний. Пострадавшую также госпитализировали. В продолжении темы сотрудники госавтоинспекции разыскивают очевидцев еще одного факта наезда на пешехода. 15 сентября около 19.30 не установлены водители по адресу улица Сосновая в районе дома номер два совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и с места происшествия скрылся. В эти происшествия пешеходу были причинены телесные повреждения, по факту которых он был доставлен в больницу. Граждан, располагающих какую-либо информацию о данном происшествии, просят сообщать по телефону 68 40 84 и 68 44 44. К нам за помощью обратились родственники Анастасии Дмитриевны Антонченко. Пожилую женщину разыскивают дочь и внучка. Пенсионерка 1934 года рождения 4 августа ушла из Тереховской больницы. Предположительно направилась в Гомель, возможно в деревню Березки. Особые приметы. Рост 160-165 сантиметров среднего телосложения, волосы короткие, седые. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщать по номерам телефонов, указанным на экране или 102. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Мозырская славя не смогла пробиться в четвертьфинал розыгрыша Кубка Беларуси по футболу. В поединке 1-8 финала Мозыряне дома проиграли Бобруйской Белшине. В основное дополнительное время матчи команды так и не смогли распечатать ворота друг друга. Хотя моменты близки к голевым были. Чего только стоит нереализованный хозяевами в первом тайме пенальти. Оказалось, что удачи именно при исполнении 11-метровых не хватит Мозырянам для победы. В серии послематчевых пенальти два из пяти ударов футболистов слави пришлись в каркас ворот. Костров угодил в штангу, слюсар в перекладину. В это время игроки Белшины не добились успеха только однажды. Симук парировал удар Байдука. Белшина побеждает по пенальти 4-3 и идет дальше. В женском чемпионате Беларуси по гандболу состоялись очередные поединки. Витебчанка в гостях обыграла Берестия 39-31. Столичный Бенту Белас обыграл свой же дубль 44-27. Для Гомеля очередной матч чемпионата оказался легкой прогулкой. На домашнем паркете команда Томожа Чаттера разгромила Березину 49-13. В воскресенье 7 октября гомельчанкам предстоит поединок с принципиальным соперником Бенту Белас. Первое в нынешнем сезоне противостояние лидеров белорусского женского клубного гандбола пройдет в Гомеле начало в 18.00. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале гандбольного клуба «Гомель». Под Гомелем на бывшем аэродроме «Зябровка» пройдет четвертый этап Кубка Северо-Восточной Европы по парапланерному спорту «Бриллиант Фуд». Участие в турнире принимают спортсмены из Литвы, Латвии, Эстонии, России и Беларуси. Состязаться они будут в точности приземления. Ранее соревнования прошли в Литве, Латвии и России. Гомельский этап четвертый и заключительный. По его итогам и будет определен победитель Кубка. Завтра на аэродроме «Зябровка» состоятся тренировочные полеты. Непосредственно соревнования пройдут 6 и 7 октября. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.